Карабах – один из древнейших живописных уголков Азербайджана. Название региона образовалось от азербайджанских слов «кара» и «бах». Как и в других тюркских языках, в азербайджанском языке словом «кара» означается не только черный цвет. У этого слова есть и другие значения – тесный, плотный, большой. С этой точки зрения название Карабах означает «большой сад», «плотно засаженный сад». Как и сам Карабах, так и его название принадлежит азербайджанскому народу. Карабах – одно из древнейших мест обитания человека. В азербайджанской пещере, расположенной в лес городе Физулия в Карабахе, ученые обнаружили интересные артефакты, рассказывающие о жизни древних людей. Самой ценной находкой здесь стал фрагмент нижней челюсти древнего человека. Этот человек был назван по имени пещеры, в которой жил Азахантропом. Благодаря этой находке Азербайджан был включен в карту древнейших жителей Европы. Эти земли из древности входили в состав азербайджанских государственных образований. В середине 18 века в Карабахе возникла одно из наших независимых государств. Это государство называлось Карабахским ханством. Его основу заложил Панах Олег Хан. Для защиты ханства вначале он построил крепости Баята и Шах-Булах, а также поручил возвести в Шуше еще более мощную крепость. В 1857 году столица ханства была перенесена в Шушу. Крепость тогда была названа по имени ее основателя – Панахабадом. Последние ее вновь стали называть Шушинской крепостью. Шуша расположена в горной части Карабаха среди зеленых лесов и чистых ледников. Название Шуша на азербайджанском языке также связано с тем, что город находится на вершине гор. Шуша известна чистейшим воздухом, красотой природы, а также источниками вод Исабу-Лагы, Тушусу и другие. Здесь находятся дома музея поэтессы Хушут Бануна Таван, генерала Самедбека Махмандарова, великого композитора Рузейра Гаджибекова, видного певца Бюльбюля, поэта и художника Мир Мохсума Наабаба, а также имени Ибрагим Хана и его дочери Карабею Кханум, гянджинские ворота, крепостные стены и другие исторические и культурные памятники. В начале 19 века Российская империя начала завоевание азербайджанских земель. В результате российской оккупации в Карабах и другие азербайджанские земли, Реван и Нахчеван, из Ирана и Османской империи были переселены армянские семьи. Многие земли были изъяты у азербайджанцев и переданы в распоряжение армян-переселенцев. В 1923 году, несмотря на протест азербайджанского населения, советское руководство дало некогда переселенным на наши земли армянам право на автономию и создало здесь Нагорно-Карабахскую автономную область. А армяне, переселенные на наши земли из других мест, давно жаляли присвоить территории нашей Родины. Они же учинили в отношении нашего народа самый настоящий геноцид. Сегодня в результате военной агрессии Армении в отношении Азербайджанской республики 20% наших земель Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов оккупированы. Этот акт агрессии привел к жертвам среди наших соотечественников. Многие из них, в том числе дети, женщины и старики, были убиты. Свыше 1 миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих земель и оказались беженцами. Азербайджанское государство не хочет войны, желает, чтобы конфликт разрешился мирным путем. Азербайджанские земли были освобождены от оккупации. Поэтому с 1994 года тогдашний президент Гейдар Алиев приступил к мирным переговорам. С 2003 года переговоры продолжает президент Ильхам Алиев. Однако каждый гражданин должен постоянно быть готовым защитить в бою свою Родину. Продолжение следует...